Привет всем! И вы на моем канале. Сегодня я, чемпионка Европы и уже игрок, который квалифицировался на Олимпиаду в Токио, расскажу вам, как вообще можно попасть на Олимпийские игры в Токио по пляжному волейболу. В этом выпуске я расскажу все детали. Олимпийская квалификация началась в сентябре 2018 года и закончится 14 июня 2021 года. На Олимпийских играх будут участвовать 24 команды в мужском соревновании и 24 команды в женском соревновании. Одна из важнейших деталей это то, что от страны на Олимпийские игры могут попасть только две команды. То есть, если, к примеру, есть теоретически три команды, у Бразилии, у которых достаточно очков, чтобы квалифицироваться, они все равно не попадут. Попадут только те две, у кого самое большое количество очков. Для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры, нужно обязательно на команду иметь 12 сыгранных турниров минимум. Из этих 12 турниров будут считаться очки и тогда будет выставляться уже рейтинг на Олимпийские игры. Если вы зайдете на сайт FIVB Всемирной Федерации Волейбола и откроете рейтинг пляжного волейбола, вы найдете там сейчас три рейтинга. Обычный мировой рейтинг, Олимпийский рейтинг и рейтинг Энтри. Рейтинг Энтри это очки, которые считаются из шести последних турниров, четыре лучших, и выставляются команды Мейндро, квалификации, кантри-квоты и так далее. Обычный мировой рейтинг это обычный мировой рейтинг. И рейтинг Олимпийский это именно там, где считается 12 турниров и стоят колечки, которые определяют, кто на данный момент попал на Олимпийские игры в Токио. И именно этот рейтинг самый важный для всех команд, которые хотят квалифицироваться на Олимпийские игры. Также на сайте FIVB сейчас есть отличная картинка, по которой можно понять, каким образом происходит отбор на Олимпийские игры. Итак, одно место получают хозяева и в мужском и женском турнире. То есть японцам уже есть гарантированная путевка, так сказать, то, что они участвуют на Олимпийских играх в Токио. Какая эта команда будет, еще непонятно. К примеру, в женском рейтинге сейчас очень много японских команд. Чемпионат мира, который проходил в Гамбурге в 2019 году, сразу предоставлял чемпионам мира, те, кто заняли первое место, путевку на Олимпийские игры. Итак, в женском турнире победила команда из Канады, Мелисса Хумана Парадайз и Сара Паван, которые уже точно в 2019 году узнали, что они едут в Токио. В мужских соревнованиях выиграл Олег Стоиновский и Вячеслав Красильников из России, которые тоже уже в 2019 году узнали, что они поедут на Олимпиаду в Токио. Важно указать то, что если они выиграли, то эта путевка дается не именно определенной команде, а стране. То есть, в принципе, Россия может сама решить, какую пару отслать на Олимпиаду по этой путевке. В первый раз FIVB проводил квалификационный турнир. Он проходил в Китае в 2019 году в сентябре, у которого турнира был очень странный формат. Там было очень много групп, где каждый играл с каждым. Из 16 команд одно место предоставлялось хозяевам турнира, это были китайцы, и 15 команд остальные были выбраны по рейтингу мировому. Ну, одна команда могла представлять страну. Таким образом, две команды, которые как бы выиграли свой полуфинал, который считался на том турнире финалом, проходят и получают путевку в Токио. В мужском турнире эта команда была из Латвии Плявинч и Точ, и команда из Италии Николай Лупо. В женском турнире это была команда из Испании Лилиана Элса и... Команды из Латвии, представитель я, Анастасия Кравченок, и моя напарница Тина Грауденя. Каким же образом можно квалифицироваться по рейтингу? 15 команд могут квалифицироваться по рейтингу и попасть на Олимпийские игры в Токио. Там смотрится именно Олимпийский рейтинг, о котором я уже говорила. То есть надо обязательно сыграть 12 турниров, и тогда считаются уже очки, и выставляется 15 лучших команд. Из этих 15 команд, опять же, могут быть только две команды из одной страны. Еще один способ квалификации это континентальный кубок. Команда, которая выигрывает континентальный кубок, получает автоматически путевку на Олимпийские игры. Таким образом проводится 5 турниров на каждом из континентов. Это Европейская конфедерация CEF, Норека, Африка, Азия и Океания, и Южная Америка. 5 федераций, каждая проводит свой континентальный кубок. После 14 июня будет известно уже этих 15 команд, которые попадут по рейтингу. И на следующей неделе будут проводиться финалы континентальных кубков, где определится еще 5 команд, которые получат путевку. На континентальном кубке тоже очень интересный формат, так как там должны участвовать две команды от страны. И каждая команда, первый играет со вторым изначально, второй играет с первым. И если 1-1, то тогда тренера выбирают свою лучшую команду, и они играют еще раз. Победитель становится победителем всего этого матча между страной. И если мы сосчитаем все эти способы, вместе получается 24 команды. Также, наверное, надо отметить, что некоторые команды, которые сейчас состоят в олимпийском рейтинге, там третьи команды Бразилии, к примеру, они даже сейчас не существуют, так как ковид поменял жизни многих игроков. Кто-то решил отдохнуть от пляжного волейбола, больше сделать фокус на семью, на бизнес или еще на что-то. Поэтому очень надо внимательно следить, какие команды вообще существуют и играют на данный момент. Но я думаю, все это покажется уже на турнире в Мексике, и после Мексики многое изменится. Не забудьте написать в комментариях ваших фаворитов, ваши любимые команды, за которых вы будете болеть и держать кулаки. Подписывайтесь на мой канал, потому что будет много чего интересного. Буду пытаться рассказать вам максимум о турнире, который пройдет в Мексике. И ставьте лайки под этим видео, и увидимся в следующем видео. Пока!